Коллективные хозяйства или колхозы стали возникать на рубеже 17-18 годов, но это были совсем другие организации, чем то, что возникнет во время коллективизации. Форм колхозов на рубеже 17-18 годов было три, запишите это, пожалуйста, по степени обобществления средств производства. Они различались степенью обобществления средств производства. Первая форма называлась товарищество по совместной обработке земли или сокращенно ТОЗ. Здесь объединялись полевые наделы в единый массив, и этот единый массив обрабатывался совместно, а средства производства оставались в личной собственности, то есть это минимальное обобществление. Вторая форма называлась артель, сельскохозяйственная артель. Здесь обобществления было уже больше. Здесь обобществлялись пахотная земля, тягловая сила, сельхозинвентарь. В личной собственности оставались приусадебный участок, крупный и мелкий рогатый скот, ну и, естественно, птица. И, наконец, последняя форма называлась коммуна. В нее объединялись самые бедные люди, у которых ничего не было, поэтому обобществлялось там все, то есть ничего, поскольку ничего не было. Коммуна обобществлялась все, вплоть до мелкой птицы. В первые послеоктябрьские годы, пожалуйста, это отметьте, преобладали артели и коммуны. Их было около 12 тысяч. Но с точки зрения, в процентном отношении это было очень немного. Это было всего 1% крестьянских дворов. То есть, обобще, вот эти вот коллективные хозяйства, это был 1% крестьянских дворов. В 1926 году у коллективизации несколько причин экономического и внеэкономического порядка. Об экономических причинах, о, внеэкономических причинах чуть позже, об экономических причинах скажу сразу. Итоги 1926-1927 годов, хозяйственного года, были таковы. Несмотря на хороший урожай, крестьяне воздержались от продажи хлеба, потому что промышленность не могла им ничего предложить. А раз крестьянину нечего покупать, зачем он будет продавать хлеб? Он лучше зерно отложит, хлебушек. Оно не портится, может полежать до лучших дней. Но в результате промышленность задыхалась. У нее не было средств, на которые она могла развиваться. То есть, вот это был порочный круг, отсутствие сельское хозяйство не создавало условий для расширенного производства промышленности и наоборот. В 1927-1928 году хозяйственные итоги были не лучше. Крестьянин вновь не стал продавать хлеб государству, и режим был вынужден поднять цены на хлеб в городе. Естественно, это вызвало недовольство рабочих. То есть, ситуация в деревне вела к тому, что обострялись отношения между режимом и рабочим классом. В 1927 году 15-й съезд партии определил, что коллективизация должна стать главной задачей партии в деревне. Потому что было понятно, что без коллективизации не решить целый ряд проблем. В 1928 году принимается закон, который назывался «Об общих началах землепользования и землеустройства». Этот закон давал льготы серьезные коллективным хозяйствам. И те, кто его разрабатывал, думал, что раз будут льготы, люди пойдут в колхозы. Люди пошли в колхозы, но очень-очень немного. К моменту начала коллективизации, то есть к лету 1929 года, колхозы объединяли всего лишь 4% крестьянских дворов. Это такой был худосочный социалистический сектор в экономике. С ноября 1928 года в помощь колхозам стали создаваться машинно-тракторные станции МТС, что концентрировало тягловую силу в одних руках. Дальнейшее развитие отношений режима с крестьянством могло развиваться по двум путям. Бухаринскому – расширение свободного рынка и умеренная индустриализация. И сталинскому – экспроприация крестьянства и форсированная индустриализация. И вот здесь нужно сказать, что, разумеется, коллективизация проводилась довольно жестокими методами. Более того, государство дало отмашку, и в деревне беднота и бездельники бросились выяснять отношения с теми, кто мог работать. Но есть другая сторона. Большевикам пришлось решать те проблемы, которые самодержавие не решило в течение за 70-80 лет до этого. Я вам уже рассказывал в лекциях о социально-экономической истории первой четверти XIX века, что уже тогда в России наметился процесс, который называется «относительное аграрное перенаселение». Перенаселение это связано было не с тем, что в России было много народу, а оно было связано с соотношением населения и пригодной для земледелия земли. Это уже проявилось в 20-30-е годы XIX века. Далее этот процесс нарастал. Реформа 1861 года не решила эти проблемы. И процесс нарастал, несмотря на то, что помещики теряли свою землю, крестьяне эту землю покупали, и тем не менее земли не хватало. Кто мне напомнит, сколько нужно земли на душу населения в Центральной России, чтобы просто с земледелия выживать? 4 гектара. К 2013 году в среднем было 0,4 гектара. И вот смотрите ситуация. Общинное земледелие. Из него нужно каким-то образом выходить из этого тупика. Есть два выхода. Создание крупного индивидуального землевладения, фермерского типа. Его пытался создать Столыпин. Оно не получилось. Что может быть реальной альтернативой крупному индивидуальному хозяйству, если общинная система не срабатывает? Крупное индивидуальное хозяйство не сработало, как альтернатива общинному землевладению. Значит, остается только крупное коллективное. То есть, коллективизация, которую проводили большевики, это был не некий злой умысел. Он логически вытекал из специфики русского рискованного земледелия и из-за того, что самодержавие не решило эти проблемы по чисто классовым причинам. Кроме того, это одна страна дела. Кроме того, после социалистической революции, которая взяла курс на упразднение частной собственности, крестьянство было огромным слоем, который земля была не в частной, а в общинной собственности, но это была не государственная собственность. И крестьяне рассматривались режимом как мелкие собственники, что противоречило логике развития режима. Наконец, не было рабочей силы для индустриализации, а совершенно понятно было, что мир идет к новой мировой войне, и в 1931 году, в феврале, Сталин скажет свою знаменитую фразу о том, что если Советский Союз за 10 лет не пробежит тот путь, который Запад прошел за 100 лет, то нас сомнут. То есть 10 лет с 1931 года, это 1941 год, практически очень точно отмеренный срок. Но для того, чтобы проводить индустриализацию, нужны не только капиталы и средства, а нужна рабочая сила. Рабочую силу можно было взять только в деревне. Для этого нужно было, чтобы часть сельского населения пошла в город. В Западной Европе проблема индустриализации решалась очень просто. При урожайности сам-5, сам-6 начинается постепенный отток из деревни, потому что уровень урожайности сам-5, это тот уровень, когда начинается самообеспечение, обеспечение города деревней решается очень просто, и начинается отток населения из деревни в город. В Центральной России средняя урожайность была сам-3, сам-4. То есть нужно было вводить коллективное хозяйство, чтобы за счет концентрации тягловой силы, за счет развития МТС тракторной мощи можно было сконцентрировать технику и таким образом высвободить часть населения.